ПУРИМ САМЕЯХ ПУРИМ САМЕЯХ, ВСЕМ! Это круто время, это время, чтобы селебраться, чтобы селебраться, чтобы селебраться с другом, чтобы селебраться с Богом. Хорошее время здесь с вами, хорошее время радоваться, наслаждаться Богом, друг другом и веселиться. И очень удивительно, что где-то три тысячи лет назад эта история произошла, история праздника ПУРИМ. И мы год за годом продолжаем праздновать этот праздник. И один чудесный момент, связанный с праздником ПУРИМ, на котором я хотел бы сконцентрироваться сегодня. Мы все знаем, что ПУРИМ — это история освобождения, освобождения народа израильского. Но рассматриваем ли мы эту историю, как свое личное освобождение? Тот самый Бог, который освободил Свой народ вот эти тысячи лет назад, это тот же самый Бог, который освобождает нас сегодня. И я хотел бы спросить вас, через что вы проходите сейчас во времена этого праздника ПУРИМ? В чем вы нуждаетесь? В каком освобождении вы нуждаетесь во времена этого ПУРИМа? You see, God wants to personalize it and make it something real to you today. He wants to do something special in your life today, in this season. Бог — Он очень личный Бог, и Он хочет конкретно в каждой из вашей жизни сделать что-то личное в сезон этого праздника. Он хочет принести вам свободу, Он хочет принести вам освобождение, спасение во времена этого праздника ПУРИМ. That's what I love about these memorials, really these festivals, it's like a memorial of God's goodness. Поэтому мне нравится вспоминать об этих праздниках библейских, потому что они нам являются напоминанием о Божьей благости. Но это не просто празднование того, что произошло в прошлом. Это празднование того, что происходит сегодня, в настоящем. Это ликование перед Богом, празднование Бога, который есть сегодня. есть один аспект в этой книге о котором мы не все часто думаем и мы услышали эту историю в исполнении детей и дети сыграли очень красочно и красиво но я думаю, что иногда мы не понимаем какой драматичной выявлением это действительно было но я думаю, что иногда мы не замечаем не помним о том, насколько драматически это было освобождение в то время то, что хотел злой Оман он хотел еврейского холокоста в то время но это тот единственный холокост который никогда не произошел, слава Богу и у меня есть друг, он раввин и я сотрудничал с ним в служении много лет он говорит, лучший способ для того, чтобы объяснить большинство еврейских праздников ты можешь сказать три объяснить это тремя простыми предложениями они пытались убить нас мы победили давайте покушаем они пытались убить нас мы победили пошли покушаем а дайте аплодисменты Богу поэтому так много еды на еврейских фестивалях поэтому в конце вас тоже ждет угощение чтобы мы не праздновали мы кушаем много я прошел много уроков изучил поэтому я кушаю много и я хотел бы остановиться на нескольких моментах сконцентрировать на них свое внимание чтобы мы поняли через что проходили евреи в то время просто представьте себе попытайтесь поставить себя на место евреев которые проживали в то время они не были в земле Израиля в то время они были в Персии, в рабстве и это современная сейчас часть Ирака и Ирана и они были в такой тяжелой ситуации что у них даже своей армии не было как они имеют сегодня и был такой человек могущественный его звали Аман он был вторым человеком в царстве после царя и он совершил все так чтобы царь подписал указ об уничтожении всего еврейского народа но все это должно было начаться с ареста, с казней Мордыхая и мы знаем в конце истории что Аман был казнен на том дереве которое он приготовил для Мордыхая и был издан новый указ царем о том, что каждый еврей может защитить себя и он был издан для защиты израильского народа но перед этим указом был интересный момент который произошел еврейский народ постился три дня и они взывали Господу эти три дня то, что многие люди не задумываются когда читают эту историю что фактически произошло пробуждение в еврейском народе когда они эти три дня молились, постились и взывали к Богу и в конце им было позволено взять оружие в руки и защищать самих себя и очень многие ревновали завидовали евреям и многие хотели их уничтожить в то время но им было позволено защищаться и были города в которых происходили большие битвы и были города в которых небольшие сражения были но после того, как царь издал указ что они могут защищаться и брать оружие чтобы защищать себя и что произошло когда схватили Амана его десять сыновей также были схвачены и давайте прочитаем что написано в книге Исфирь девятая глава пятнадцатый стих пятнадцатый стих говорит нам и собрались иудеи которые в Сузах также и в четырнадцатый день месяца Адар и умертвили в Сузах триста человек в Сузах это был большой город и там погибло всего триста человек но евреи выжили и шестнадцатый стих говорит нам дальше и прочие иудеи находившиеся в царских областях собрались чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч я думаю что не все задумываются о цифре о том что семьдесят пять тысяч неевреев погибло от руки евреев защищавших себя и это не было современное оружие они погибли не от пистолетов и автоматов это были только мечи и такого вида оружия это все что они имели тогда и я только могу представить семьдесят пять тысяч погибло от руки меча это серьезная битва было серьезнейшее сражение и писание говорит о том что с того времени страх сошел на все народы и они начали бояться евреев и также написано есть информация о том что многие из неевреев обратились и стали евреем и поверили в Бога Израилева в те времена но вот на чем я хочу заострить ваше внимание может быть вы об этом не задумывались мы знаем что Амана повешили на висельнице но вот что нам говорит шестая глава из 10 стих они вздернули Амана на висельнице которая была приготовлена для Мордыхая я делился посланием на праздник Пурим в течение многих-многих лет и также я был мессианским пастрем при церкви Гетвей в районе 9 лет и мы каждый год делали празднование праздника Пурим и делали послание по этой книге Исфирь и я задавался вопросом как это послание как эта глава относится к нам верующим сегодня в Мессию Исшуа какое она имеет к нам отношение И Бог сразу мне показал обратил мое внимание на эту именно главу и на этот отрывок Я не знаю слышали вы такое выражение напомнило ли вам оно эта ситуация что тот кто вздернут на дереве он проклят на древе и так же мы знаем что Новый Завет говорит нам что Иисус и Иешуа был распят на древе и он стал проклятием за нас для того чтобы мы могли иметь его праведность очень интересный момент о том что Аман был вздернут на виселице которую он приготовил для еврея для Мордыхая и 10 стих 7 главы книги Исфирь говорит и повесили Амана на древе который он приготовил для Мордыхая и гнев царя утих и конечно в этой главе здесь конкретно упоминается царя Хашверош что действительно успокоило гнев царя Хашвероша что Амана наконец-то вздернули на виселице повесили я не знаю заметили ли вы уже на этом моменте параллель но когда Иешуа был распят на кресте когда Иисус понес свою жизнь на кресте отдал то тогда утихомирился Божий гнев за грехи всего человечества и та смерть которую мы должны были пройти и пострадать Иисус на кресте понес ее и пострадал я поделюсь с вами местом писания где описывается этот невероятный момент он описан в первом коринфянам второй главе I read 1st Corinthians chapter 2 many times and it never really stood out to me until I saw it in this context и я читал эту книгу много-много раз и только недавно она открылась мне вот в таком контексте то как я сейчас поделюсь с вами и мы читаем 1 Corinthians 2 главу 7 и 8 стих и здесь говорится о мудрости Божией которая явлена была через смерть Христа и через Его воскресение но проповедуем мудрость Божию тайную сокровенную которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей которую никто из властей века сего не познал ибо если бы познали то не распяли бы Господа славы позвольте мне объяснить то что здесь говорит это Писание здесь говорится о властях того времени естественно в первую очередь это были религиозные власти того времени а также все правители и все кто находился у власти они думали о том что распиная Иисуса они ставят точку в деле и разбираются с Сыном Божьим и несмотря на то что это даже было предзапланировано Богом чтобы Иисус прошел все это и был распят но поверьте это была жуткая смерть и в то время враг Сатана он думал что он наконец-то разрушает Сына Божьего он его уничтожает но цель которую я хочу чтобы вы увидели что когда Иисуса умер на кресте на самом деле на этом кресте была разрушена всякая сила Сатаны и всякая его власть и он был разрушен на том древе которое было приготовлено для Ишуа почему я делаю на этом акцент и хочу чтобы вы обратили на это внимание почему это так важно для вас и меня те висельницы которые были приготовлены для разрушения Израиля послужили им во спасение и тот крест который был приготовлен для Иисуса как для того чтобы умертвить его в итоге послужил спасением всему народу израильскому и всем нам сегодня и я хочу каждого из вас спросить сегодня и я верю что Дух Святой будет касаться вас когда я буду говорить если вы честно посмотрите в свою жизнь вы можете увидеть картину того как враг пытался разрушать вашу жизнь снова и снова в одних и тех же обстоятельствах в одних и тех же ситуациях может быть эта проблема тянется через поколения в вашем роду она есть может быть это проблемы с которыми вы сегодня боретесь такие как алкоголизм наркотики аморальное поведение но иногда мы боремся с чем-то что враг пытается просто растоптать и уничтожить нашу веру но я хочу поделиться с вами чем-то очень важным во что я очень верю что это от Бога для нас сегодня если вы задумаетесь об этих вещах которые враг использовал так много раз в вашей жизни на разрушение вашей жизни я хочу чтобы мы сегодня во время празднования Пурима помолились чтобы Бог мог взять вот эти все плохие вещи которые случались в вашей жизни и разрушить дела врага только Бог может сделать что-то такое невероятное и перед тем как мы помолимся сегодня за то чтобы дела врага были разрушены в нашей жизни я поделюсь немного своей историей я я вырос и жил первые годы жизни в Южной Африке и учился я в частной еврейской школе в религиозной и вырос в ортодоксальной семье и когда я служил вырос и служил в армии в нашем подразделении было 800 неевреев людей которые называли себя христианами и 21 еврей и антисемитизм был такой сильный в армии что я просто в один момент какой-то подумал что эти 800 неевреев просто или сильно побьют нас или даже убьют 21 еврея антисемитизм был такой сильный что я хотел сбежать из этой армии из этой страны уехать в Израиль и отслужить свой срок в израильской армии и я позвонил своему отцу и сказал папа я не чувствую что я здесь в безопасности больше я боюсь за свою жизнь и эти люди я хочу уехать в Израиль потому что в армии на меня смотрят только как на еврея они не смотрят на меня как на южно-африканца и мой отец попытался меня успокоить сказал никуда не уезжай не покидай армию иначе ты будешь дезертиром я что-нибудь постараюсь придумать к счастью мой отец был очень сильным таким весомым бизнесменом в Южной Африке если так смотреть то мой отец был как мордыхай для меня в те времена и он мой отец позвонил коменданту в армии и он сказал так что если вы не остановите проявление антисемитизма мгновенно то завтра это будет во всех новостях во всех газетах по всей стране я не знаю что произошло и пришел ко мне сержант сказал товарищ Коэн пройдите пожалуйста проедемте к коменданту и я не знал что происходит я думал что я попал в еще большую проблему и меня привезли я пошел в офис коменданта и в то время комендант он был самым главным человеком в армии и он мне задал вопрос скажи это правда что есть проявление антисемитизма расскажи как это происходит в чем оно проявляется и я рассказала ему в подробностях о том через что мы проходили как мы страдали в армии как было страшно за наши жизни и что даже несколько драк так было и был сбор собрали всех этих 800 южноафриканских бойцов и было им сказано что они должны прекратить себя так вести проявления все антисемитизма должны прекратиться потому что вы не имеете права унижать чью-либо религию но в то время я был в состоянии поисков и там в армии был один христианин который показал мне Библию и дал прочитать 21-ю псалом из Ветхого Завета это был псалом Давида который детально описывал распятие Мессии что было удивительно так как он был написан за тысячу лет до того как это произошло и это семя о Мессии было посеяно в моем сердце в самый сложный период моей жизни и я не знал что делать с этим Иисусом которого я увидел в 21-м псалме потому что я еврей а евреи ничего общего не имеют с Иисусом но это откровение о том что все-таки Иисус Он Мессия я сохранил в своем сердце я не знал на тот период что с ним делать но я запомнил об этом и после того как я отслужил армию я уехал в Израиль и какой-то период времени прожил в кибуце и затем я поехал в Нью-Йорк учиться в университете отучился там год и я вернулся на летние каникулы в Израиль в тот же кибуц это было летом 1984 года я бы хотел вам сказать что я приехал и вернулся в Израиль по духовным вопросам но это не было бы правдой у меня была знакомая девушка со Швецией она жила в том кибуце и я честно говоря вернулся навестить ее но кто из вас знает что Бог иногда использует женщину чтобы повернуть тебя лицом к Богу и направить к Богу даже если это не явно видно и в то время в кибуце с нами жил один верующий парень и он начал рассказывать мне о Ишуа и о том что он делал в Иерусалиме для меня это вызвало полное недоумение потому что я не понимал что христианский Иисус делал в Иерусалиме у меня не было представления о том что Иисус был евреем и что он делал в Израиле для меня это была новость я сталкивался только с христианами которые ненавидели евреев поэтому для меня мысль о том что Иисус был евреем была очень сложной в это поверить и я любил посещать арабский рынок в Иерусалиме Шук он называется я любил каждый приезд в Израиль ходить туда торговаться с арабами и иметь хорошую цену и когда я входил в старый город через Явские ворота меня посетила очень странная мысль Явские ворота это одни из ключевых ворот через которые вы проходите в старый город и вдруг меня посетила мысль о том что это не город Давида Иерусалим это город Иисуса но как для еврея эта мысль не имела никакого смысла в моей голове но Дух Святой направлял меня и Он готовил мое сердце И когда я прошел сквозь эти ворота и повернул налево чтобы идти по направлению к арабскому рынку внезапно я увидел Иисуса Иногда люди спрашивают меня ну а как ты понял что это был Иисус для меня это странный вопрос но я продолжаю на него отвечать потому что знаю что многие не видели Иисуса я гарантирую вам если вам явится Иисус вы будете точно в этом уверены и вам не понадобятся никакие объяснения и доказательства для этого там было пустое место там никого не было и тут мгновенно Он явился и я Его увидел и я мгновенно осознал три вещи первое что повергло меня в шок это о том что Иисус выглядел как еврей Он очень по-еврейски выглядел как настоящий сабра израильтянин который родился в Израиле У него были карие глаза борода черные вьющиеся длинные волосы у него была темная кожа оливковая он был одет в сандалии и в хитон И он выглядел по-настоящему как израильтянин как местный из евреев но что еще более важное что я тут же понял о нем в то время я не знал никакой теологии нового завета как еврей ни в чем не разбирался но я мгновенно в тот момент я понял что он гораздо больше чем просто человек он был не просто еврейский мужчина он был сверхъестественен и третье что мгновенно наполнило меня что я осознал я стоял перед ним и знал что он знает все что случилось в моей жизни абсолютно каждую ситуацию но при этом он любил меня нераздельной совершенной и безусловной любовью он уже знал все что я совершил в своей жизни до того момента и что еще могу совершить но при этом он любил меня полной безусловной любовью когда он посмотрел на меня я понял что я совершенен завершен и он сказал мне одно слово которое я явно услышал он сказал это на иврите это звучало хинени хинени означает вот я и в тот момент я точно осознал что он говорит что он имеет ввиду говоря это он сказал вот я я твой мессия я тот мессия который был обещан вам и я все что тебе нужно во мне есть все в чем есть у тебя нужда после этого он еще дважды являлся мне в Иерусалиме все в тот же самый период времени и у нас нет времени пройти подробно сквозь все три явления но я приложу усилие чтобы моя книга с английского была переведена на русский чтобы у каждого из вас была способность прочитать эту историю она я очень страстно желаю чтобы ее перевели и вот что я хочу сказать когда вы встретитесь с Ешуа вы будете изменены полностью нет другой любви которую можно было бы сравнить с его любовью я думаю что это очень знаково что он явился ко мне именно в Иерусалиме именно в старом городе я не встретил его ни в церкви ни в синагоге я встретил его на улице на улице Иерусалима и после этого я не знал куда мне идти в синагогу или в церковь что мне делать и если быть откровенным и честным с вами то меня особо не заботило куда я после этого пойду я был так захвачен Мессией который начал заботиться обо мне которого я увидел естественно после этого прошел период и я начал посещать общину но вот что я хочу вам сказать о Иисусе и о Ишуа сегодня что бы вы не слышали о Нем Он гораздо лучше чем вы о Нем могли только подумать если вы думаете что Он милостивый то Он гораздо более многомилостивый чем вы только можете себе представить если вы задумывались о том насколько Он добрый то поверьте Он намного добрее чем вы могли только себе представить и из-за того что мы все люди и мы ошибаемся и спотыкаемся мы не можем во всей полноте собой представлять совершенного Его но во времена сегодня во время праздника Пурим я очень желаю чтобы вы увидели своего освободителя таким какой он на самом деле есть и всю его благость всю его милость и всю его любовь нет ничего что вы бы совершили что он не смог бы простить он не просто прощает он забывает все что вы совершили и как люди мы очень хорошо помним кто что нам сделал наши грехи и людей вокруг он никогда не напомнит ваши предыдущие грехи поверьте у него самая лучшая память чем у всех нас в мире но он выбирает забывать не то чтобы у него проблемы с памятью потому что он такой ветхий днями но он выбирает забывать он сделал это решение что когда вы каетесь и принимаете его как своего спасителя он решает выбирать все что вы совершили до этого и сегодня я хочу чтобы вы испытали его любовь такую как вы не испытывали ни разу до этого или вам надо встретиться с ним сегодня в первый раз или вы уже верующие но вам надо обновить свою любовь и обновить свои объятия с ним давайте на нескольком моментах склоним свои головы и закроем глаза давайте не будем смотреть по сторонам склоните головы это между вами и Богом когда я встретился с Яшуа такое ощущение как будто людей людей вокруг не было все перестали для меня существовать поэтому не переживайте о соседе который рядом сидит о том что он подумает не думайте об ушах Амана которые вас ждут после но если вы хотите отдать свое сердце Яшуа сегодня если вы хотите испытать его прощение и его любовь по-новому свежим образом там где вы сидите просто поднимите свою руку чтобы я мог увидеть ее поднимите свою руку выше поднимите чтобы ее можно было увидеть опускайте и давайте сейчас помолимся очень простой молитвой повторяйте за мной Отец вы можете молиться вслух громко Отец я благодарю за то что Иисус умер за меня я принимаю твою любовь сегодня я принимаю твое прощение сегодня я отдаю тебе свое сердце сегодня я отдаю свое сердце я отдаю свою жизнь возьми мою жизнь и используй меня Господь я принимаю тебя как своего мессию моего господа и спасителя я отдаю свое сердце тебе спасибо Отец спасибо Иешуа аминь аминь пусть вас Бог благословит господи 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 Продолжение следует...